На часах почти 6 утра. Мы около здания административной полиции. Буквально через пару минут начнется развод дорожных страж порядка. Вот смотрите, за моей спиной они прямо сейчас собираются. Машины выставлены в ряд, уже заведены. В 6.30 начинается утренняя смена. Если раньше черные маски на лицах вызывали подозрения, то теперь совсем наоборот. Полицейские и во время карантина первыми подают пример санитарно-гигиенической дисциплины. Поэтому прежде всего маски, перчатки, антисептики. А уже потом табельное оружие и все остальное. Стражи порядка входят в группу тех, кто на передовом фронте борьбы с коронавирусом. А значит и в группу риска. Но если предупрежден, значит вооружен. Личная безопасность. Находиться на расстоянии более 2-3 метров от водителя. Если в докарантинное время наказывали только тех водителей, кто нарушал правила дорожного движения, то в условиях ЧП штраф может получить любой, кто без очевидной причины передвигается по дорогам города. Мы на сегодняшний день завиваем базу данных. Идет накопительная информация сейчас по базе Сергеев. В базе Сергеев вносится автомобиль, далее ИИН водителя, либо же пешехода, и маршрут следования, то есть дом, работа. Дальнейшее отклонение считается нарушением карантинного режима. Помимо работы, если сотрудника не отправили на удаленку в списке разрешенных пунктов назначения, продуктовый магазин и аптека. Все остальное под запретом, который только в столице уже нарушили порядка тысячи жителей. Больше 130 из них пришлось арестовать. Люди устали, но, тем не менее, режим есть режим. В основном выявляются нарушения по 476 статье административного кодекса невыполнения требований карантина. Данная статья предусматривает предупреждение в первый раз. Далее идет штраф 10 МРП и либо арест до 15 суток. В эти дни улицы столицы патрулируют больше 150 сотрудников управления административной полиции. И сельский район в зоне контроля Данияра Жамбарбекова. Здесь ему знаком каждый квадратный метр. Девятый год своей службы 32-летнему командиру взвода пришлось встречать в режиме карантина. У каждого взвода есть свои отдельные районы на улице. Они как бы там на год, допустим, блокпост, они на месте стоят. Они даже не проверяют, просто на месте стоят, проверяют документы и вводят в базу. Больше 100 тысяч жертв коронавируса по всему миру к тысячной отметке приближается количество зараженных и в Казахстане. Все это говорит о том, что быть круглосуточно на чеку – это уже вынужденная мера. У нас трёхсмена работа, получается, каждого большого взвода у нас меняется. Но во время режима карантина у нас получается усиленный режим работы, больше времени проводим на работе. Для купирования инфекции режима карантина – мера необходимая. Если человек, пусть даже и с подозрением на болезнь, изолирован, значит, он уже не представляет опасности для окружающих. И, похоже, жители крупных городов Казахстана уже начинают понимать, для чего их ограничивают в передвижении. Если поведение наших граждан оценивать по 10-бальной шкале, какую вы бы оценку поставили? Если оценивать по 10-бальной шкале, то я бы поставил оценку 8. В целом все граждане неплохо реагируют, понимают. Но, как говорится, в семье не без нарушителей. Приходилось ли применять силу? Да, бывают такие моменты. Мы в основном водители в состоянии алкогольного опьянения. С такими водителями мы работаем жестко. В этом плане, в плане того, что выписываем протоколы, проводим через освидетельствование, медосвидетельствование машины, вытворяем на штрафную стоянку. Часто люди напиваются во время... Нет, не часто. Пока людям настоятельно рекомендует оставаться дома, Даньяр и его коллеги по долгу службы продолжают патрулировать улицы, закрытых на карантин городов, подвергая риску себя и наставляя на истинный путь тех, кто мог бы обезопасить окружающих от инфекции, но этого не делает. Маска на пару дней. К слову, те, кто не носит масок, полицейские пока что не наказывают, но предупреждают. А при необходимости даже выдают средства защиты. Если мы видим людей без маски, то останавливаем. Таких людей мы сразу не оформляем, предупреждаем и по возможности даем маски, выдаем маски. Сколько у вас масок? В данный момент у меня 10 штук масок. В принципе, на 10 водителей хватит. Многие радуются, что есть такие инспекторы доброжелательные. Но в данный момент надо друг друга понимать. Аман Сайянович, медсеканитат номер 7, был в карантинном режиме, маска с жерги нормальной. Узни с блесовой, был узни с золом, дешим. Восьмибальная оценка поведения жителей главного города страны от капитана полиции подтвердилась во время этого рейда. Причину своего выхода на улицу смог объяснить каждый, кого пришлось проверять. В своей собственной гигиене отец троих детей тоже относится крайне ответственно. В целях безопасности знакомство с семьей Даньяра отложено на лучшие времена. Да и старшим дочерям, судя по видео, которое нам отправила супруга капитана, сейчас не до гостей. Девочки погружены в онлайн-учебу. Восемь часов карантинной смены подошли к концу. Даньяр торопится домой, к жене и детям. Осталось только сдать оружие. После сегодняшнего рейда я успела забежать в магазин и купить молока. В условиях карантина также не запрещено посещать аптеки, выбрасывать мусор и выгуливать собаку максимально в ближайшем расстоянии от дома. Впрочем, отдельным гражданам все же приходится покидать зону безопасности по зову службы. Но и их движение под строгим контролем. Например, нам, сотрудникам СМИ, разрешено перемещаться по столице только при наличии справки с места работы и служебного удостоверения. Вот такого. Айгуля Монтаева, Айдос, Сирик Болулу, Жетокон.